Автомобилям с включенными спецсигналами необходимо предоставлять преимущество. Этому начинающих водителей учатся автошколы. Но по факту дорогу, к примеру, пожарным или скорой уступают не все. Во многих случаях это имеет не самый благоприятный финал. Со скорой ситуация еще серьезней. Во время движения кареты с включенной сиреной бригада врачей спешит на срочный вызов. Или везет пациента в больницу. Потерянные секунды могут стоить больному жизни. Ежесуточно у нас выходит 32-34 бригады скорой помощи для обслуживания вызовов. Это ежесуточно. И в обязательном порядке участники дорожного движения не всегда уступают спецтранспорту. Таких случаев у каждой бригады были десятки. Когда на счету действительно каждая минута, но кто-то из участников движения считает, что его дела важнее. Проконтролировать исполнение водителями требований правил дорожного движения решили инспекторы ГИБДД. По итогам рейда выяснилось, что в большинстве случаев автомобиль со спецсигналами игнорируют даже не водители, а пешеходы. Согласно правилам дорожного движения, пункт 4.7, пешеход, заметив транспортное средство с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, обязан уступить дорогу данному транспортному средству, то есть не выходить на пешеходный переход, а если он находится на нем, то незамедлительно его покинуть. Было зафиксировано и несколько фактов нарушения правил автолюбителями. Водители, поторопившись, решили проскочить перед скорой, но в итоге потеряли время при составлении протокола об административном правонарушении. Наказание за этот проступок серьезное. Штраф по статье 12.17.2 Кодекса об административных правонарушениях, штраф в размере 500 рублей, либо лишение права управления транспортным средством от месяца до трех. Лишенные права управления даже на короткий срок по новым правилам обязаны пересдать экзамен по правилам дорожного движения. Это должно освежить память нарушителей относительно предоставления преимущества автомобилям со спецсигналами.